МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. В студии Сергей Манько. Вітаю вас и сегодня у выпуску. Экономика с иголочки. Швейные предприятия Минщины увеличивают объем вытворчасти и экспортные поставки. Как не только заховать прационное место на предприемстве, но и створить новое. Яскравый приклад за этой брамой. Тримать по швах. Материал Виктории Свирской. Тепло и танно. В Радашковичах Молодежинского района сдали новую котельню. Полностью комплекс. Радашковичи, будем надеяться, 50 лет будем жить без порыва. Опередить бяду. Вратовальники в области активизовали проверки першного обстаревания у приватным секторы. Отопительные печи должны быть исправны, не должно быть видимых трещин. Но в пределах чердачного помещения дымоход должен быть побелен. Еще раз про безопасность. Материал Катерины Сурмы. Швейные предприятия Минщины осваивают новые виды продукции, увеличивают объемы вытворчасти и выходят на российский рынок. Зрешты, поспяховый виток стал махчимым, дякуючи створению належных умов и для работников, які стали больше зацекавленными у выниках своей працы. До того ж, на фабриках працуют в учебные классы, где все, жадаючие за три месяцы, могут отримать ответную квалификацию. Тримать по швах материал Виктории Свирской. А почний месяц минулого года для уздинского предприемства стал в изначальном плане нового рынка. Одразу три фирменные крамы почали працовать в России. Меж тем, у соседней краины был открыт филиал в 2011 году. Сегодня белорусские вытворцы уважливо сочат за тем, какой продукция дает перевагу российский споживец и меж справа и песец белорусского покупника. Мы стараемся постоянно давать новшества. Либо мы экспериментируем с видами сырья, вариантами по дизайну. Например, мы выпустили коллекцию из тонкой итальянской шерсти, мужской, женской, детской колготки. Мы выпустили даже такой неожиданный продукт, как резиночка. И с удивлением увидели, что да, мы в Белоруссии первые, кто выпустили этот продукт. Выпустили, не привезли, не импортировали. Мы, можно сказать, уникальный белорусский производитель резиночек. Предприемство створено 6 лет тому, и за этот час сколькость супрационников повеличилась аномаль 200 человек. На зноу створенное прационное место працу Латкована без малого полторы сотни работников. Меж тем, все лет и на Минщине на новых предприемствах во всех сферах плануют дать працу 7 тысячам человек. Кадры выращают все, это знакомитое выказывание не старое, и сегодня является лейтмотивом социальной политики Минщины. Как не только заховать прационное место на предприемстве, но и створить новое, яскравый приклад за этой брамой. Любинскую фабрику в 2011-м на аукционе набыла российская фирма. Людей заховали. Тогда тут працевало 30 швачек, сегодня амаль 80. Усе мясо вежихарки. Галина Горбаленя працевала тут еще до приходу инвестора. Умовы працы были неважные, мягко кажучи. Я работала 12 лет назад. Очень много изменилось в лучшую сторону. И оборудование, и ремонты. Фабрику не узнать практически. Вот то, что было до того, и сейчас. Большие изменения. Без тепло и хорошо. Хотя рядом праце дадалось, а легитых очень плюс. Раньше у нас слабее, шаг надо напряженно, потому что надо план дать. Если не до сих планов, значит у нас выработки нету, нету применения. Иногда шьем одну продукцию, потом делаешь вторую. За день может даже три модели. То есть лучше вас не отвлекать? Да, лучше не отвлекать. С приходом инвестора мы в первую очередь газифицировали предприятие, поменяли окна, а потом уже начали приобретать оборудование. У нас оборудование стопроцентное новое. Условия у нас созданы замечательные, скажем так. Зарплаты у нас тоже неплохие для района. На фабрику приходят молодые специалисты, за якими замоцовывают наставников. Новый работник приходит, мы его обучаем три месяца. Потом дальше он работает, приходит на норму. Я пришла, конечно, после университета. Я мало что умела. У нас хороший технолог, всегда мне помогает. Обучила меня всему, что надо. Теперь я тоже специалист. Предприемство працует выключено на экспорт. Шиют тут жаночие оденья, сукенки, сподницы, штаны. У месяц коля 15 тысяч одинок. По красавику тут меркует запустить трикотажный участок, на яким местопрацей отримают 15 человек. Виктория Свирская и Гарсианюта, Минщина. Тепло-экономно. У Радашковичах сдали новую котельню. Я надповедаю с участным технологиями. И головная меньше энергозатратная. Установленный котел, який будет працавать на местовых видах палева. Зараз на объекте контрольные проверки. Жихары поселка будут забеспечены у необходной колькости теплом и горячей водой. Сгодно с ответственной державной программой у поселка пробурена сведровина, а коль вода будет поступать до спожилцов просновую котельню. Тепло-объект, до речи, различены на обслуговании 40 домов и некольких социальных установок. Общая нагрузка данной котельни 18,5 мегават. То есть это с расчетом всего поселка и плюс на перспективу развития поселка. Плюс к тому у нас перевозены все сети на пи-трубы по поселку Радашковича. Подготавливается реконструкция всех ЦТП. То есть полностью комплекс Радашковича. Будем надеяться, 50 лет будем жить без порыва. До надзвучайных ударений у ДТЗ на чугуночном переезде в Дзержинском районе на станции Станькова поблизу Дзержинска трактор сутыкнулся с пассажирским техником. Керуция с трактора с причепом выехал на чугуночные шляхи до включения, забороняющая сигнала светлофора. Однако заглух по причине замерзания дизельного палева. В этот момент до переезда наблизився состав Москва-Брест в вынику ДТЗ тракторы тепловозы отремали механичные пошкоджения. Потерпел их нема. Из Минска был накерованный инший тепловоз. Про сгодину техник отправился до места призначения у Брест. На годину затрымались еще два техники Брест-Минск и Минск-Барановичи. Опередить бяду воротовальники в области активизовали профилактичную работу с насельництвом. Жихарам нагадывают, как правильно и головно обеспечено корыстаться печным обсталеванием. Особливая увага шмадетным семьям, одиноким людям и инвалидам. Супрационники МНС проверяют стан печек и усталевывают пожарные повещальники. Профилактику проводят с невыпадково. С початку года в регионе отбылось около полсотни пожаров. Два человеки стали охвярами огнем. И еще раз про безопасность. Материал Катярына Сурмы. Морозы погрожают не только простудой и обморожением. У лютых холод небеспеку не все наводь тепло. Особливо, коли оно иди от печки. Тому у сопрационников МНС зараз особливо горячий период. Необходно проверить справность печного обсталевания в домах и еще раз нагадать их же хорам правилы безопасности. Грубка справна. У обед спалю. А тогда вечером, как холодно, великий мороз. Это для безопасности. Для грубки, как бы ничего не лежало, ни дрова, ни бумага, ничего. Надея Миколая, он и несподзеванным гостям не издевляется. Сопрационники МНС у нее бывают часто. Пенсионерка живи одна, тому до нее повышенная увага. А Лежанчина не губляется. И она и сама может, кого хочешь, научить правильно топить печь. Признается, тепло теплом, а безпека в первую чергу. Светлана Лопотко шмадетная мать. Часом за всем доглядеть боится просто не поспеть. Тому, как быть спокойной и за житой здоровья своих деток, усталевала автономная пожарная повышальники. А кроме этого, измоленство выжить дотей необходным правилам безпеки. Вам, как родителям памятка, как соблюдать. А вашим детям вот, интересно, разукрашки передадите от нас. С младшим мы придумали игру, что можно, что нельзя трогать. И это вот. И начинаем. Спички можно трогать? Нет, нельзя. Почему? Потому что может быть пожар. До весны еще далек. А там у перестярога сбоку вратовальников не лишняя. Боя дома, что попередить леп, с чем потом выправлять. Отопительные печи должны быть исправны. Не должно быть видимых трещин. В пределах чердачного помещения дымоход должен быть побелен, оштукатурен. Запрещается разжигать печи при использовании легко воспламеняющихся жидкостей, горучих жидкостей. В целях безопасного проживания несовершеннолетних детей в домовладениях многодетных семей осуществляется вывод сигнала на внешнее звуковое устройство. Это когда ОПИ соединяется между собой и выводит сигнал на улицу. В принципе это неплохо, потому что когда есть маленькие дети и мамы в таких домах выходят где-то в огород или по каким-то делам, то они этот сигнал, если что-то о неполадке в доме, услышат и на улице. За период новогодних морозов колькость пожара узначно узросла. Только у Копыльским районе горели три будинки. На счастье обойшлось и без потерпелых. Але это еще раз подтверждает. Гребывать правилами безопасности нелега, как несчастье не сброчила святы. Катерина Сурма, Алексей Калупанка, Минщина. Змагания наставников дистанционной олимпиады для педагогичных работников Минской области пройдет с 14-го студента по 16-го лютого. С поварницей будут проводиться два этапа по пяти научных предметах — история, математика, химия, английская и русская мовы. Задания будут размещены на сайте областного института развития и адукации. После регистрации удельникам нужно будет пройти тест. Организаторы не обмяжевывают взрослых удельников. Наставники не только проверят свои веды, а лепшие из лепших отримают дипломы и специальные прозы. Зянья Бифлеемской зорки православные верники рыхтуются означать одно из самых головных церковных святого Роства Христова. Должится и оно целых 11 дзенок. Это пиры эту народе называют святками. На передней на кутю верники идут в храм на службу, а на змеркане сбираются за столом. Строгий колядный пост завершается, коре на небе изъявляется первая зорка. Тогда можно приступить и до святой вечеры, яка и повинна быть особливо богатой. На стол принято ставить не меньше 12 розных страу. Народжение Сына Божьего святкуют уколе самых родных и близких. Отмечаем каждый год в кругу своей семьи. Вот сегодня с внучками собрались, прийти, поставили, покупали свечки, поставили за здравие, чтобы были здоровенькие, не болели, чтобы было у нас в кругу, в семье все хорошо. Основная подготовка это рождественский пост к празднику Рождества Христова. Ну и конечно же вся предпраздничная суета, это уборка храма, это подготовка и к тому, чтобы и в семейном кругу встретить праздник, ну и самое главное это рождественское богослужение. Каждый христианин, когда готовится к празднику, он должен сделать свое сердце подобно еслям, в которых был положен Спаситель, Младенец Христос. Это значит наполнить свое сердце любовью, добротой. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok